Привет, друзья! С вами снова я, Ерван Григориан, наш канал Строительных Бес. Сегодня хочу поговорить об настоящей экономии на строительстве, говорить вам, естественно, о частных домах в первую очередь, и затронем самую главную тему, которая, на мой взгляд, сегодня является такой незамеченной, к которой очень мало внимания относят. Это тема проектирования, наличие проекта, какие бывают проекты и для чего вообще все это нужно. Итак, традиционно, если мы посмотрим на этот вопрос, как он стоит у нас со стороны градостроительного кодекса, то градостроительный кодекс не обязует вас иметь рабочий проект для того, чтобы получить разрешение строительства и для того, чтобы построить свой дом. Но на самом деле, если вы обратите внимание на любое строительство, которое относится к коммерческой деятельности, то здесь без рабочего проекта, в принципе, построить ничего нельзя будет, да и получить разрешение строительства будет нельзя. Почему именно для гражданского, для частного строительства нет необходимости разрабатывать рабочий проект, наверное, понятно. Это все связано с упрощением процедуры получения разрешения на строительство, ну и, в принципе, в жизни. Итак, какой проект сегодня мы привыкли видеть, по каким проектам мы все строим, как правило, это эскизный проект. Что такое эскизный проект? Эскизный проект – это фактически эскизная документация, состоящая из 10-12 листов, в которой отражены планировки вашего помещения, стоят какие-то размеры, в котором условно вычерчены фасады с отметками высот, и в котором обязательно есть генеральный план участка, на котором расположен ваш дом, с условными отступами от соседей, ну не с всем условно, с жесткой привязкой, естественно, и план кровли, где можно понять примерно, куда и как идут какие ваши ска. Все остальное, что происходит на площадке, фактически вы отдаете на усмотрение прорабов, бригадиров, советчиков и так далее, и строите фактически на глаз. Есть несколько минусов этой стороны. Первая сторона – это безопасность, которая часто компенсируется вашим кошельком, и вторая сторона – это, конечно, экономия. Я имею опыт в строительстве и в проектировании около 15, может быть, более лет, не возьмусь никогда без расчета принять какую-то арматуру в фундаменте, выбрать тип усиления ваших конструкций, рассчитать арматуру и класс прочности бетона для какой-то балки без полноценного нормального расчета. Почему? Потому что есть два пути. Либо вы сделаете колоссальный перерасход и колоссальное армирование этой конструкции, либо вы просто имеете большие риски к тому, чтобы все это треснуло, развалилось и, не дай бог, привело к каким-то жертвам в процессе эксплуатации. Итак, состав проекта рабочего достаточно большой. Всегда делается расчет проектирования на основании инженерно-геологических изысканий, то есть приезжает буровая техника, бурит необходимое количество скважин на вашем участке, отбирают пробу грунта, получают их характеристики, выдают заключение с прочностными физико-механическими характеристиками вашего грунта, который будет являться основанием вашего фундамента. Обязательно определяется уровень грунтовых вод, который также влияет на конструктивные особенности вашего фундамента и так далее. Потом, после этого, когда мы получаем отчет, когда мы имеем какой-то эскизный проект, мы приступаем к разработке самого проекта. Рабочий проект – это проект, который рассматривает все. Все узлы вашего строения, где принимать какой бетон, какую арматуру, какая конструкция кровли должна быть, чтобы там не было никаких снеговых мешков, чтобы вода уходила, снег не держался и многое-многое другое. Как правило, состав проектной документации рабочий для частного дома – это проект 120-140 листов чертежей. Можно понять, что все это в голове держать невозможно, на глаз все это посчитать невозможно. И разработка подобного проекта происходит лично в нашей компании. Условно месяц-полтора времени 4 специалиста занимаются разработкой вашего проекта. Что это вам дает? И почему, кстати, это многих пугает? Многих пугает цена. Цена, она, естественно, гораздо выше, чем цена самого эскизного проекта. Но я вас уверяю, что при наличии правильного разработанного рабочего проекта стоимость строительства для вас сократится как минимум на 20%. Поэтому какие-то условные 5-6% от смертной стоимости строительства, которое, как правило, стоит проект, имеет смысл всегда заплатить и заработать, и сэкономить, оговорился, наверное, по Фрейду, и заработать в том числе эти 15-20%, которые останутся от общей стоимости проекта. Нельзя на этом экономить, потому что самое главное – это безопасность. Второе – это экономия. Третье – это срок строительства. Четвертое – очень часто бывает, что строительство частного дома происходит фактически как на бегу. То есть многие решения приходится принимать на участке в связи с тем, что просто что-то забыли или что-то не учли. И это все дополнительное удорожание, которое вы получаете. При наличии рабочего проекта вы никогда ничего не упустите. Вы всегда заложите правильную арматуру, вы всегда выберете правильное усиление конструкции и много-много другое. Это достаточно большой объем работы, который должны делать профессионалы. И самое главное – вы получите безопасность и экономию при строительстве вашего дома. Сроки строительства, кстати, тоже будут гораздо меньше, потому что не придется подключать каких-то советчиков, консультантов, которых я, в принципе, на стройке не люблю, если мы говорим о людях, которые не являются специалистами, а просто делятся опытом строительства одного своего дома. Для того, чтобы заниматься проектированием и строительством, нужно получить квалифицированное образование, иметь достаточно хороший опыт строительства, и тогда, на мой взгляд, можно консультировать и давать советы, при этом предварительно ознакомившись с проектной документацией. На глаз какие-то советы давать – это все дело непрофессиональное и неблагородное. На этом все. Видео короткое. С вами был я, Ерван Гагерян. Подписывайтесь на мой канал. Кому понравилось – ставьте лайки. Кому нужен проект – обращайтесь к нам. Мы разработаем проект. Мы работаем, в принципе, по всей стране. И для нас разработка проекта является одним из основных видов деятельности. На сегодняшний день мы спроектировали более тысячи домов. Многие наши проекты печатаются в известных изданиях в России. К сожалению, не все проекты мы можем показать, потому что есть еще и правила по конфиденциальности. Мы можем и заключаем договора по конфиденциальности, и не разглашаем информацию ни о самих объектах, не публикуем фотографии ваших объектов, да и, в принципе, нигде не говорим, кому мы что и проектируем. Конечно, среди большого объема, который мы сделали, работ, есть и коммерческие проекты. Ну, эта информация открыта, мы всегда можем предоставить. По опыту мы можем посоревноваться с многими серьезными организациями. И самое главное, основная специализация нашей компании – это индивидуальное жилье. Мы 15 лет проектируем коттеджи, частные дома, таунхаусы, коттеджные поселки. Это наш профиль, в котором мы считаем себя профессионалом. Вот все, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока, удачи, с вами был я, Ерван Григоря.